Железная дорога не место для игр. Это мы все усвоили с детства. Но есть игры, как нам кажется, совсем безобидные. Всего лишь переход железнодорожных путей в неположенном месте. Проблема в том, что именно такие забавы и приводят к печальным последствиям. Знакомая всем картина после прихода на станцию дизеля. Все бегут, спешат, не обращая внимания на мигающий сигнал светофора и запрещающие знаки. И таких нарушителей немало. Граждане не всегда могут верно оценивать расстояние до приближающегося поезда. И не успевают пересечь железнодорожные пути. Именно поэтому в Единый день безопасности представители Брестского отделения железной дороги и военизированной охраны совместно с правоохранителями проводили разъяснительные беседы с горожанами. И, конечно, с нарушителями, раздавая листовки с наглядными правилами поведения на железной дороге. Как вы часто здесь проходите, вот этот пешеходный переход? Часто. А вы знаете о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта? Да. Вы их соблюдаете? Да. А на красный свет можно переходить? Нет. А на звуковой сигнал? Нет. Ясно. А на наушниках переходить тоже железнодорожные пути можно? Нет. Вы знаете, что у нас есть такие факты, когда травмируются несовершеннолетние, они просто не слышат поезд и их, так или иначе, немножко затепляют. И это достаточно серьезные травмы и серьезные последствия. Я хочу, чтобы вы берегли себя, говорили об этом со своими, кстати, сверстниками. Это, на самом деле, серьезная тема. Потому что после таких травм человеку очень сложно даже в юном возрасте восстановиться. Хорошо? Все. Соблюдайте правила и хорошего вам дня. Сегодня всем, кто нарушал правила безопасности на железнодорожных путях, повезло. И никто не пострадал. Но так бывает не всегда. Хочу отметить, что несчастный случай произошел на данном пешеходном переходе 21 апреля текущего года. 63-летняя пенсионерка двигалась по данному пешеходу. На неоднократные сигналы, подаваемые машинистом состава, не обращала внимания. Вследствие чего было сбито данным составом. Данная гражданка с травмами различной степени тяжести была доставлена в учреждение здравоохранения. Что еще раз нам напоминает о необходимости соблюдения мер личной безопасности, техники безопасности, поведения на объектах железнодорожного транспорта. Так какие же правила поведения на железнодорожных переездах необходимо знать, чтобы сохранить и свое здоровье, и свою жизнь? На объектах железнодорожного транспорта запрещается проходить по железнодорожным путям вне установленных для этих целей мест. Переходить железнодорожные пути по пешеходным переходам перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров. Подниматься на опоры контактной сети и опоры, стоящие под ней. Переходить или переезжать по железнодорожной переезду при закрытом шлагбауме, при работающей светошумовой сигнализации. Подлезать под вагонами или перелезать через автосцепки вагонов для перехода через железнодорожные пути. Переходить через железнодорожные пути сразу после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления. Радует то, что молодежь этих правил старается придерживаться и переходит пути только в местах, специально отведенных для этого. Прежде чем переходить дорогу, надо посмотреть направо и налево, что вдали у нас стоит светофор и надо посмотреть обязательно, какой там горит свет. Дальше обязательно нельзя переходить, там есть переход, дети там очень часто переходят, на нем нельзя переходить. И если ты ездишь на велике, надо слезать и переходить. Все верно, большое тебе спасибо за твои знания, ну и береги себя. И обязательно снимать наушники. Да, без наушников. Виктория Гапутина, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.